на утро они пригородным автобусом дряхлым фордом всего на 12 мест без единого стекла в окнах отправились в химмельхох мэгги чувствовала себя лучше потому что люк не мучила ее больше глаза мэгги засветились оживлением и она с любопытством посмотрела в окно автобуса тяжело ползущего поярка красной проселочной дороги удивительный край совсем не похожий на джили и надо признаться есть в нем величие и красота каких-то мне ты в помине сразу видно засухи здесь не бывает почва совсем красная цвета свежей пролитой крови и там где земля не отдыхает под паром сахарный тростник на ее фоне особенно хорош длинные узкие ярко зеленые листья колышутся в 15-20 футах над землей на красноватых стеблях толщиной в руку и люк с восторгом объясняет нигде в мире тростник не растет такой высоченный и такой богатый не дает столько сахара слой этой красной почвы толстый до 100 футов и состав ее самый питательный в точности как надо и дождя всегда хватает по неволе тростник растет самолучший и потом больше нигде в мире не работают рубщиками белые а белый которому охота заработать побольше самый быстрый работник из тебя вышел бы прекрасный уличный оратор усмехнулась мэгги люк подозрительно покосился на нее но смолчал автобус как раз остановился у обочины где им надо было выйти мюллеры недаром назвали свой большой белый дом химмельхох под небесие он стоял на самой вершине крутого холма вокруг росли банановые кокосовые пальмы и еще красивые пальмы пониже их широкие листья раскрывались веерами словно павлине хвосты роща исполинского в 40 футов вышиной бамбука отчасти защищала дом от ярости северо-западного ветра и хотя дом построили высоко на холме он все равно стоял еще и на 15 футовых столбах люк подхватил чемодан мэгги и она тяжело дыша с трудом зашагала рядом с ним по немощенной дороге такая чинная чулках и туфлях на каблуке поникшие поля шляпы уныло обрамляли лицо тростникового короля дома не было но когда люк с мэгги поднимались по ступеням его жена опираясь на костыли вышла на веранду им навстречу она улыбалась заходите заходите сказала хозяйка говором коренной австралийки тут мэгги совсем повеселела она ведь готовилась услышать полонемецкую речь люк поставил чемодан на пол обменялся рукопожатием с хозяйкой которая на минуту сняла правую руку с костыля и сбежал с лестницы он торопился к обратному рейсу автобуса в 10 утра арнес вэнсон будет его ждать возле пивной как ваше имя миссис унил мэгги как славно а я н и вы лучше зовите меня просто по имени мне целый месяц было очень одиноко с тех пор как прежняя девушка ушла но сейчас нелегко найти хорошую помощницу пришлось кое-как управляться своими силами мы тут только вдвоем я и людвиг детей у нас нет хлопот вам будет не так уж много надеюсь вам у нас понравится мэгги да конечно миссис мюллер то есть н пойдемте я вам покажу вашу комнату с чемоданом справитесь я к сожалению в носильщики не гожусь комната была обставлена строго и просто как и весь дом но выходила на ту единственную сторону где глаз не упирался в стену деревьев заслон от ветра и при том на ту же длинную веранду что и гостиная гостиная то показалось мэгги очень голый легкая дачная мебель и никаких занавесок для бархата и даже сица тут слишком жарко пояснила н так мы и живем с плетенной мебелью и одеваемся как можно легче лишь бы соблюсти приличие придется мне и вас этому обучить не то пропадете на вас ужасно много всего надета сама она была в блузе без рукавки с большим вырезом и в куцах шортах из которых жалко свисали изуродованные недугом ноги не успела мэгги опомниться как и на ней оказался такой же наряд пришлось принять взаймы уэн а там может быть она и убедит люка что ей надо купить самое необходимое унизительным было объяснять что муж не дает ей ни гроша но пришлось терпеть зато мэгги не так сильно смутилась от того как мало на ней теперь надета да она вас мои шорты выглядят гораздо лучше чем на мне сказала н и весело продолжала свои объяснения людвиг принесет вам дрова вам не надо само их колоть и таскать вверх по лестнице жаль что у нас нет электричества как у всех кто живет поближе к городу но наши власти уж очень медленно раскачивается может быть на следующий год линию дотянут до химельхоха а пока нам надо увы мучиться с этой скверной старой печкой но подождите мэгги вот дадут нам ток и мы в два счета заведем электрическую плиту и освещение и холодильник я привыкла обходиться без этого да но в ваших местах жара сухая здесь гораздо тяжелее не сравнить я даже побаиваюсь за ваше здоровье здешний климат многим женщинам вреден если они с колыбели к нему не привыкли это как-то связано с кровообращением знаете мы на той же широте к югу от экватора как бомбей рангу к северу не для зверя не для человека если он тут не родился места не подходящие она улыбнулась я ужасно вам рада мы с вами очень славно заживем вы читать любите мы с людвигом просто помешаны на книгах мэгги просияла и я тоже чудесно и вы будете не так скучать без вашего красавца мужа мэгги промолчал скучать без люка и разве он красавец если бы никогда больше его не видеть вот было бы счастье да но только ведь он ей муж и по закону ее жизнь связана с его жизнью и не кого винить кроме себя она ведь сама на это пошла но может быть когда наберется достаточно денег и сбудется мечта о ферме в западном квинсленде они станут жить вместе и лучше узнают друг друга и все уладится люк неплохой человека не противны просто он долгие годы был сам по себе и не умеет ни с кем делить свою жизнь и он устроен несложно поглощен одной единственной задачи будто не знает ни жалости не сомнений то к чему стремится о чем мечтает цель простая осязаем и он ждет вполне ощутимой награды за то что работает не щадя сил и во всем себя отказывает из-за этого поневоле уважаешь ни минуты мэгги не думала что он потратит деньги на какие-то свои удовольствия он именно так и решил деньги будут лежать в банке одна беда у него никогда не было ни времени не охоты понять женщину он видно не подозревает что женщина устроена по-другому ей нужно такое что ему совсем не нужно как ему нужно то что не нужно женщине что ж могло быть и хуже вдруг бы он заставил ее работать у людей куда менее славных и внимательных чем энн мюллер здесь в доме на холме с ней не случится ничего худого но как далеко осталось дрохеда мэгги вновь подумала о дрохеде когда они обошли весь дом и остановились на веранде перед гостиной оглядывая землю химель хоха обширные поля сахарного тростника все же не такие огромные как выгоны дрохеды которых не охватить взглядом зыбились на ветру щедрой блестящей омытой дождями зеленью и по отлогому склону холма спускались к заросшему густой чаще берегу реки большой широкой много шире баруона за рекой вновь полога поднимались тростниковые плантации меж квадратами ядовито яркой зелени кроваво краснели участки оставленные под паром а дальше у подножия громадной горы возделанные земли обрывались и вступали в свои права дикие заросли за строконечной вершиной этой горы вставали новые горные пики и лиловея растворялись в дальней дали синего неба здесь было ярче гуще чем на джили по ней разбросаны белые пушистые клубки облаков и все вокруг краски живые яркие эта гора называется бар талфрир сказала н показывая на одинокую вершину 6000 футов над уровнем моря говорят она вся сплошь чистая олова а добывать его невозможно там настоящие джунгли неожиданный порыв ветра обдал их тяжким шнотворным запахом который преследовал мэгги стой минуты как она сошла с поезда пахло словно бы гнилью но не совсем слащава въедливо неотступно и запах этот не рассеивался как бы сильно не дул ветер это пахнет черной патокой сказала н заметив как вздрагивают ноздри мэгги и закурила сигарету очень неприятный запах да правда поэтому я и курю но в какой-то мере к нему привыкаешь только в отличие от других запахов он никуда не исчезает днем или ночью всегда приходится дышать этой патокой а что там за постройки у реки с черными трубами та самая фабрика откуда запах там из тростника варят сахар сырец сухие остатки тростника называются выжимками и эти выжимки и сахар сырец отправляют на юг в сидны для очистки из сырца делают светлую и черную патоку сироп сахарный песок рафинат и жидкую глюкозу а из выжимок строительный материал прессованные плиты для строительства вроде фанеры ничто не пропадает зря ни одна крупинка поэтому выращивать сахарный тростник выгодно даже сейчас несмотря на кризис арне свенс он был 6 футов двух дюймов ростом в точности как люк это же очень хорош собой тело всегда открытое солнечным лучам позолочено смуглым загаром голова в крутых золотых кудрях точеные правильные черты на удивление схожи с чертами люка сразу видно что в жилах шведов и ирландцев течет одна и та же северная кровь люк успел сменить привычные молески новые штаны на шорты и теперь они сарны забрались в дряхлый одышливый грузовичок и покатили гундивинди где артель рубила тростник подержанный велосипед свою недавнюю покупку люк вместе с чемоданом забросил в кузов его жгло нетерпение скорее бы взяться за работу остальные члены артели работали с рассвета и даже головы не подняли когда от барака к ним зашагал арны а за ним по пятам люк одежда на всех рубщиках 1 этаже шорты башмаки с толстыми шерстяными носками а на голове полотняная панама люк прищурясь разглядывал этих людей при странно они выглядели с головы до пят в угольной черной грязи и на груди на руках и на спине светятся розовые полосы промытые струйками пота это от грязи и копоти пояснил арны тростник просто так не срубишь сперва его надо опалить он нагнулся подобрал два больших ножа один протянул люку вот получай резак сказал он взвешивая в руке второй нож этим и рубят тростник невелика хитрость если умеючи и он улыбаясь показал как это делается словно бы шутят на самом деле уж наверное не так это легко и просто люк посмотрел на свирепое орудие зажатое в руке ничего похожего на индийский мачете нож не заканчивается острием напротив треугольное лезвие становилось много шире и в одном углу широкого конца загибался коварного вида крюк подобие петушиной шпоры мачете слишком мал им здешний тростник не возьмешь сказал арны показав люку все приемы а вот эта игрушка подходящая сам увидишь только точить надо почаще но счастлива и он пошел на свой участок а люк мгновение стоял в нерешительности потом пожал плечами и принялся за работу и считанные минуты понял почему это занятие представляли рабам и цветным кому невдомек что можно подыскать заработок и полегче вроде стрижки овец криво усмехнулся он про себя наклониться ударить резаком выпрямиться крепко ухватить неуклюжий с чересчур тяжелой макушкой стебель пройтись по всей его длине ладонями сбивая листья положить к другим стеблям ровно один к одному шагнуть дальше наклониться ударить резаком выпрямиться прибавить к той груди еще стебель тростнике полно всякой живности киш мяки шат мелкие крупные крысы тараканы жабы пауки змеи осы мухи и пчелы вдоволь любой твари способны свирепо укусить или жестоко ужалить потому-то рубщики сначала опаляют урожай уж лучше работать в грязи и саже чем зеленом тростнике среди этой хищной дряни и все равно не обходится без укусов и царапин не будь башмаков ноги люка пострадали бы еще сильнее чем руки но рукавиц ни один рубщик не наденет в рукавицах работаешь медленнее а в этой игре время деньги и потом рукавицы это для неженок перед заходом солнца арны крикнул всем чтобы кончали и подошел посмотреть много ли успел люк углу приятель неплохо закричал он и хлопнул люка по спине пять тонн для первого дня совсем неплохо до бараков было недалеко но тропическая ночь настала мгновенно и пришли туда уже в темноте не заходя внутрь все забрались ноги шум в душевую и уже оттуда с полотенцами вокруг бедер двинулись барак где на столе ждали горы еды кто-нибудь из рубщиков по очереди неделю стряпал на всю артель каждое то блюдо какое умел сегодня приготовлены были говядина с картофелем испеченные в зале пресные лепешки и пудинг с джемом люди жадно накинулись на еду и уплели все до последней крошки в бараке с колоченным из листов рифленого железа вдоль стен тянулись два длинных ряда железных коек вздыхая клинья сахарный тростник на чем свет стоит с такой изобретательностью что им позавидовал бы любой погонщик валов рубчики ноги шум повалились на простыни немеленного холста опустили москитные сетки их два счета уснули крепким сном только виднелась на каждой койке за марлевым пологом смутная неподвижная тень люка задержал арны покажи-ка руки он осмотрел ладони в кровоточащих ссадинах в лодырях и уколах первым делом от мой их получше потом на маш вот мазь и мой тебе совет каждый вечер втирай кокосовое масло ни дня не пропускай ручище у тебя что надо если еще и спина выдержит станешь неплохим рубчиком за неделю приспособишься будет не так больно великолепном крепком теле люка болела и ныла каждая мышца он только и чувствовал безмерную нестерпимую боль смазала перевязал руки задернув москитную сетку растянулся на отведенной ему койки среди других таких же тесных и душных клеток и закрыл глаза догадаясь он заранее в какой переплет попадет ни почем не растрачивал бы себя на мэге ее образ поблекший нежеланный никчемный отодвинулся куда-то в дальний угол сознания уже ясно пока он работает рубчиком ему будет не до нее как и предсказывал арно прошла неделя пока люк освоился с работой и стал рубить обязательные 8 тонн за день тогда он решил перещеголять самого арно зарабатывать больше других а то и стать партнером старшего но главное ему хотелось чтобы на него смотрели также почтительно и восторженно арно тут для всех почти бог ведь он лучший рубчик в финсленде а значит пожалуй во всем белом свете когда субботним вечером артель отправилась в город тамошние жители наперебой угощали арно ромом и пивом а женщины так и велись вокруг него пестром роем у арно с люком оказалось очень много общего оба тщеславных обои мстят восхищенные женские взгляды но восхищением все и кончается на женщина их не хватает все силы отданы тростнику для люка в этой работе заключались и красота и мучение каких он словно бы жаждал всю жизнь наклониться выпрямиться вновь наклониться особый ритм некий обряд словно участвуешь в таинстве которая доступна лишь избранным ибо как растолковал люку присматриваясь к нему арны достичь совершенства в этой работе значит стать лучшим из лучших в отборном отряде самых первоклассных работников на свете куда бы ты не попал можешь гордиться собой потому что знаешь за редчайшими исключениями никто из окружающих и дня не выдержал бы на плантации сахарного тростника сам английский король этот не выше тебя и узнай он тебя сам английский король восхищался бы тобой ты вправе с жалостью презрением смотреть на докторов и адвокатов на бумага марак и прочих гордецов рубить сахарный тростник как умеет только охочий до денег белый человек вот подвиг из подвигов величайшее достижение люк садится на край койки чувствует как вздувается на руках бугры мускулов оглядывает свои мозолистые рубцах и шрамах ладони длинные стройные темные от загара ноги и улыбается кто может справиться с такой работой и не только выжить но и полюбить ее тот поистине настоящий мужчина еще неизвестно может ли английский король сказать то же самое о себе мэгги не видела люка целый месяц каждое воскресенье она пудрила блестящий от жары нос надевала нарядное шелковое платье впрочем от пытки чулками и комбинации она отказалась и ждала супруга а он все не являлся энн и людвиг мюллер молча смотрели как угасает ее оживление вместе с еще одним воскресным днем как разом опускается ночная тьма словно падает занавес скрывая ярко освещенную но пустую сцену не то чтобы мэгги очень ждала его видеть но как-никак он принадлежит ей или она ему или как бы это поточнее сказать стоило вообразить что он вовсе о ней не думает тогда как она все время дни недели напролет в мыслях ждет его стоило вообразить такое и и захлестывали гнев разочарование горечь унижения стыд и печаль как неотвратительно были те две ночи донгловской гостинице тогда по крайней мере она была для люка на первом месте и вот оказывается лучше бы ей тогда не кричать а прикусить язык да конечно в этом вся беда ее мучения досадили ему отравили удовольствие она уже не сердилась на него за равнодушие к ее страданиям а раскаивалась и под конец решила что сама во всем виновата на четвертое воскресенье она не стала наряжаться и шлепала по кухне босиком без рукавки и шортах готовила горячий завтрак для н и людвига раз в неделю они позволяли себе столь несообразную роскошь заслышала шаги на заднем крыльце обернулась хотя на сковороде брызгала и шипела сало и растерянно уставилась на громадного косматого детину в дверях люк неужели это люк он и на человека не похож будто вырублен из камня но каменный идол прошел по кухне смачно поцеловал мэгги и подсел к столу она разбила яйца вылила на сковороду и подбавила еще сало вошла энн мюллер учтиво улыбнулась ничем не показывая что зла на него ужасный человек о чем он только думал настолько времени забросил молодую жену наконец-то вы вспомнили что вы человек женатый сказала она пойдемте на веранду позавтракайте с нами помогите мэгги люк отнесите яичницу а корзинку с поджаренным хлебом я пожалуй в зубах снесу людвиг мюллер родился в австралии но в нем явно чувствовалась немецкая кровь лицо побагровела под дружным натиском солнце и пиво почти квадратная сидеющая голова бледно-голубые глаза истинного прибалтийца и ему и его жене мэгги пришлась очень по душе и они радовались что им так повезло с помощницей особенно благодарил судьбу людвиг он видел как повеселела н с тех пор как в доме засияла это златовласая головка каково рубится тростник спросил он накладывая на тарелку яичницу с салом хотите верьте хотите нет а мне это дело очень нравится засмеялся люк и тоже взял солидную порцию людвиг остановил на этом красивом лице проницательный взгляд и кивнул охотно верю по моему возле этого и нрав самый подходящий и сложены вы как надо можете опередить других и чувствуете свое превосходство связаны своим наследством плантациями сахарного тростника делом весьма далеким от науки не имея никакой надежды сменить одно на другое людвиг страстно увлекался изучением природы человеческой и перечитал немало толстых томов в софьяновых переплетах с такими именами на корешках как фрейд и юнг гэксли и рассел я уж думала вы никогда не приедете повидаться с мэгги сказала н смазывая ломтик поджаренного хлеба кисточкой смоченный в жидком топленом масле только в таком и виде можно в этом краю есть масло а все же это лучше чем ничего но мы с арной решили некоторое время работать и по воскресеньям завтра едем в энгем значит бедняжка мэгги совсем редко будет видеть вас а а